отказалась защищать журналистов. Сегодня на Украине корреспонденты оператора Life News вновь оказались под ударом. Жанна Карпенко и Александра Ульянова снимали акцию протеста у здания Генпрокуратуры. На них напали митингующие, которых подстрекали журналисты с принадлежащего Порошенко Пятого канала. Сейчас Жанна выходит на прямую связь со студией по телефону. Так, Жанна, приветствую тебя снова. Итак, вы были в милиции. Скажи, пожалуйста, как там отреагировали на то, что на вас напали митингующие? Да, Кадрия, здравствуйте. Ну что ж, я отмечу, что мы продолжаем находиться в отделении милиции. Сейчас здесь милиционеры исследуют нашу камеру, вернее, то, что от нее осталось, и пытаются определить ущерб. До этого мы уже написали заявление, в котором рассказали, как произошло ЧП. Как все случилось? Мы пришли на митинг у Генеральной прокуратуры. Активисты там требовали отставки прокурора Виталия Еремы. Люди считают, что в стране прокуратура не справляется со своими обязанностями. Более того, что на Виталия Ерему, главного прокурора страны, постоянно оказывается давление, и давление это исходит от президента Порошенко. Вот об этом факте мы узнали из интервью, которое писали там на месте. И как раз в момент этого интервью к нам подошел журналист Пятого канала, который потом впоследствии начал кричать, что здесь на митинге работает Live News, давайте не будем давать им работать. Ну, в общем-то, этот журналист наш старый, в кавычках, знакомый, поскольку на каком бы митинге, на каком бы мероприятии мы не появлялись, он постоянно мешает нашей работе, пытаясь привлечь к нам внимание то со стороны правого сектора, то со стороны митингующих. Ну и вот впоследствии к нам подошли несколько человек, которых он настроил против нас, вот этих самых митингующих. Особенно запомнились мне трое мужчин, которые вели себя наиболее агрессивно. Вот они начали вырывать камеру из рук моей коллеги Александра Ульяновой. У меня отбирается петлю, это вот устройство, которое способствует передаче звука, да. Вот, начали они это агрессивно у нас вырывать. И что поразило, что сотрудники милиции, которые работали на месте, пытались утихомирить и успокоить нас, нежели чем успокоить вот этих вот огромных троих мужчин. Ну вот, впрочем, когда мы об этом рассказали в отделении милиции, почему-то здесь этому факту абсолютно не удивились. Вот я предлагаю посмотреть этот момент. Я все-таки не понимаю, почему стоит милиция и ничего не делает? Я могу сказать, что мы ничего не делали. Ну а вы бы как поступили? Вы бы тоже стояли? Тоже стояли. Почему? Потому что у меня семья, дети. А что могут эти люди сделать вашей семье и детям? Ну что, Господи, власть поменяет. Аж видимо. Ну как это? На ваших глазах бьют девушек. И вы стоите? Ну что, да, Кадрия, вот сейчас нас продолжают допрашивать. Мы подписываем какие-то документы и опросили уже понятых на наших глазах. Вот они как раз и наблюдали эту картину с разломанной камерой. И нам вот сообщили буквально только что, что удалось задержать и подозреваемых. Кадрия. Жанна, ну то есть, я так понимаю, что заявление все-таки у вас приняли. И прямо сейчас попытаются найти подозреваемых, задержать их. И как будет развиваться событие, ты нам обязательно сообщишь в самое ближайшее время. Да, все время. Все верно, ты отметила, что у нас заявление приняли. Никто нам не отказал в этом. Нас опросили, пригласили панец их даже. Ну и вот сказали, что вроде бы как даже задержаны эти мужчины, которые не желают комментировать происходящее. Спасибо тебе, Жанна. Но свяжемся с тобой в самое ближайшее время. На прямой связи со студией Life News по телефону из Киева была наш корреспондент Жанна Карпенко. На нее и операторы напали участники миссинговых генпрокуратурой Украины, которых подстрекали журналисты, принадлежащие у Порошенко 5 канала. Милиционеры бездействовали, потому что боялись связываться с протестующими. Спасибо. Спасибо. Спасибо.